Кокаиновый скандал в Аргентине, связанный с попыткой контрабанды 389 килограммов наркотика в Россию, ставит перед всеми правительствами вопрос ребром о юридической легитимности любых отношений с российским государством. Аргентинская пресса и правоохранительные органы, обнародовав обстоятельства попытки вывоза кокаина через российское посольство, еще сами не представляют, какую юридическую проблему всемирного масштаба они создали. И в первую очередь для самой Аргентины. Да, весь мир увидел то, о чем давно говорили. Буквально все институты российского государства вовлечены в международную преступную деятельность, в том числе и такую, как перевозка и торговля наркотиками, включая те институты, которые формально не только не являются частью государства, но и юридически от него отделены, согласно Конституции РФ. Почем опиум для народа? В первую очередь речь идет о русской православной церкви, РПЦ, которая не постеснялась публично вступиться за арестованных контрабандистов, поскольку те являются официальными православными меценатами. Такая позиция РПЦ меньше всего вызывает удивление, учитывая то, что еще в 1992 году ей были жалованы царские привилегии на беспошлиный ввоз такого подакцизного зелья, как табак и спирт. А кокаин греет души прихожан, и карман их пастырей еще лучше, чем водка и сигареты вместе взятые. Да, на территории бывшего СССР все знают, что РПЦ была полностью подчинена государству еще бывшим семинаристом Иосифом Джугашвили, Сталиным, и являлась частью спецслужб. Но открытая ротация кадрами и смыкание с государством наступили уже при ельцинской демократии. Офицеры уже в открытую послевоенной службы шли на церковную, а генералы ФСБ становились почетными православными попечителями. Но открытое крышевание кокаина и выгораживание контрабандистов – это уже перебор. Хотя, если посмотреть на роль и место РПЦ в скрытой агрессии РФ против Украины, то это, скорее всего, просто очередное пробитое дно, каких, поверьте, будет еще очень много. С приходом в 2000 году к власти Путина и с уходом из жизни патриарха Алексия II, РПЦ еще усерднее и с комсомольским задором начала интеграцию в неприсущие для церкви процессы, активно развивая взаимовыгодное сотрудничество с ФСБ. В 2011 году патриарх РПЦ МП Кирилл Гундяев, поздравляя директора ФСБ РФ, генерала армии Александра Бортникова по случаю 60-летия со дня его рождения, отметил, «Отрадно, что вы уделяете особое внимание вопросам духовно-нравственного характера при организации деятельности ваших сотрудников. Убежден, что конструктивное соработничество РПЦ и Федеральной службы будет только способствовать на благо интересов России. Люди гибнут за...» Тем не менее, наступает следующая неизбежная стадия – ответ на вопрос, какие общие последствия будет иметь кокаиновый скандал. Что будет в России? Здесь ответ самый простой – в России не будет ничего. Точнее, оно уже случилось. Кого надо, того уже убили. В первую очередь – главного советника латиноамериканского департамента МИД России Петра Польщикова. Его связь с кокаиновым делом в Аргентине полностью очевидна. Посол России Виктор Коронелли был предшественником Польщикова на должности начальника латиноамериканского департамента МИД. Сам Коронелли признал, что контактировал по поводу кокаиновой проблемы с Москвой, а это в первую очередь мог быть именно Польщиков. И Польщиков был нагло убит в мафиозном стиле прямо у себя в квартире, именно во время операции аргентинской полиции по конфискации партии кокаина в посольстве России в Буэнос-Айресе. Серия загадочных смертей еще нескольких российских дипломатов в Москве и за рубежом, замаскированных под болезни и внезапные приступы, как уже отмечала группа ИС, тоже может быть связана именно с контрабандой или другой уголовной деятельностью ФСБ ГРУ за рубежом. Словацкий след русской мафии. В России точно не будет отставок, как в Словакии, где министр культуры сразу подал в отставку после первого в истории страны убийства 27-летнего журналиста Яна Кучака и его гражданской супруги Мартины Кушнировой. О Словакии вспомнили не случайно. Главными подозреваемыми в его убийстве являются местные бизнесмены и итальянская мафия. А заказы на убийство в Словакии традиционно выполняли киллеры из русской мафии. Опять же, подозрительное совпадение. Кучак и Кушнирова были убиты после первых публикаций о русском кокаине в Аргентине. В России никто не уйдет в отставку, несмотря на прямую вовлеченность, как минимум, руководство МИД, ФСБ, СВР, СБ и даже СЛО, специального летного отряда, в наркотрафик. Речь идет не о простой осведомленности. Дело-то было еще в конце 2016-го, что полностью лишает руководства России всяческого алиби. За это время вместо отставок в России произошла только серия зачисток и убийств свидетелей. Какие бы новые свидетельства не обнародовала аргентинская полиция, можно ожидать только того, что Москва будет только стоять в глухой обороне, отрицать и смыкать свои ряды. Кузькина мать мировой дипломатии. Зато есть гораздо большая вероятность того, что кокаиновый скандал может взорвать саму Аргентину. Прямо как хрущевская термоядерная бомба на 100 мегатонн, которую признали той самой Кузькиной матерью, которой Никита Сергеевич угрожал американцам. В самой Аргентине кокаиновый скандал может вызвать бурю вопросов оппозиции и прессы, как полиции и спецслужбам, так и политическим властям. Наиболее логичными будут требования обнародования всей информации от полиции и контрразведки о русских контрабандистах, за которыми следили в рамках местной охраны посольств. Всей это включая и характер отношений преступников из посольства с официальными российскими чиновниками, то есть дипломатами из посольства РФ. Это информация о других фактах контрабанды наркотиков в Россию. Нельзя представить, что застрявшая на год на складе в посольстве партия в 389 килограммов была единственной и что не было других поставок. И самое взрывоопасное, почему аргентинские власти выгораживают русские спецслужбы и правительства. Еще один вопрос, на каких основаниях вообще посольство России может продолжать свою работу в Аргентине, когда его персонал и собственность вовлечены в совершение такого тяжкого уголовного преступления, как контрабанда наркотиков. Если же посол Виктор Коронелли пытался препятствовать деятельности контрабандистов на территории посольства и использовать дипломатические каналы для контрабанды, то не должно ли правительство Аргентины предоставить ему политическое убежище, учитывая явную угрозу его жизни по возвращению в Россию, особенно учитывая убийство Петра Польщикова? Куда летает самолет Патрушева? Помимо Аргентины, в других странах должны возникнуть вопросы к юридической чистоте политических отношений с РФ, учитывая факты вовлеченности представителей российского государства к уголовной деятельности. Например, известно, что для перевозки наркотиков использовался государственный самолет Ил-96, на котором летает глава Совета безопасности Патрушев. Общемировая практика борьбы с торговлей наркотиками предполагает безусловную конфискацию любых средств и орудий преступлений наркоторговцев, включая арест движимого и недвижимого имущества. Самолет Патрушева, безусловно, является орудием совершения уголовного преступления и подлежит конфискации в любом мировом аэропорту. Кстати, не этот ли самолет привозил на переговоры в США того же Патрушева с делегацией других силовиков? Причем это было в тот момент, когда Путин давал согласие наемникам Вагнера на нападение на курдов и американский спецназ в Сирии. В США наказание за торговлю кокаином является наиболее жестким. Американцы даже посадили на пожизненное бывшего президента Панамы за это дело и не жалеют ресурсов на преследование глав картелей. Так что американская пресса должна спросить сразу несколько администраций Белого дома, от Буша-младшего до Трампа включительно. Было ли известно ЦРУ и ФБР о русском наркотрафике на государственном уровне и на каких основаниях американские власти поддерживают контакты с администрацией Путина, зная о прямом участии лично Путина и его ближайшего окружения в транспортировке наркотиков? Арест российской государственной собственности и прецедент – дело много. Как уже было сказано, борьба с торговлей наркотиками предполагает безусловную конфискацию активов, имущества и орудий преступлений, связанных с организацией и проведением наркотрафика. Поэтому встает вопрос об установлении фактов вовлеченности российских государственных служащих в торговлю наркотиками и аресте имущества, которое используется для этой преступной деятельности. Следует напомнить, что подобный эпизод борьбы с кремлевскими преступниками уже имел место еще в годы правления Ельцина, а в первые годы путинского режима привел к серии арестов российского государственного имущества за рубежом. Речь идет о старом деле швейцарской компании «Нога», которая стала жертвой официальных кремлевских кидал. В ответ на невыплату России денег за исполненные контракты, «Нога» подала серию исков, в рамках которых в начале 2000-х в нескольких странах немедленно было арестовано любое российское государственное имущество, которое оказывалось на территории страны, признавшего законность иска «Нога» к России. Дело дошло даже до угрозы ареста, собственно, самолета Путина Ил-96, хотя, возможно, и не того самого, на котором сейчас летает Патрушев и перевозит большие партии наркотиков. Только в 2000 году в банках Франции, Швейцарии и Люксембурга были заморожены средства посольств, представительства России в ЮНЕСКО, счета почти 70 российских компаний и Центрального банка России, что едва не парализовало работу этих государственных учреждений. С огромным трудом Россия все же сумела разблокировать счета, но 14 июля 2000 года во французском порту Брест по иску «Нога» был арестован российский парусник «Седов» со 115 курсантами на борту. Пикантность здесь состояла в том, что один из крупнейших в мире действующих парусников направлялся на международную парусную регату по случаю праздника – Дня взятия Бастилии по приглашению Франции. Его арест сразу же поставил эту страну в чрезвычайно неловкое положение. Барк все же удалось освободить и вывести в нейтральные воды. Потерпев неудачу с «Седовым», представитель «Нога» заявил о намерении арестовать самолет президента РФ Владимира Путина в случае его прилета во Францию. Арестовать фешенебельный президентский Ил-96-300 «Нога», конечно, никто не позволил, но с огромным трудом удалось предотвратить в июне 2001 года конфискацию двух других самолетов боевого Су-30МК и учебно-тренировочного МИК-АД российских экспонатов на авиасалоне в Лебурже. Спасло лишь вмешательство канцелярии французского президента Ширака. Самолеты уже были арестованы, но французские службы вывезли их с площадок на охраняемую военную зону аэродрома Бурже, куда судебные исполнители пройти не могли. Дирекция салона распорядилась заправить истребители, им был выделен воздушный коридор, и они срочным порядком покинули Францию. Не случись этого, разразился бы большой межгосударственный скандал. Самолет Су-30 являлся боевой машиной, и его арест был бы воспринят российской стороной как посягательство на новейшие научные разработки КБ и его ноу-хау. Как мы видим, тогда взяла вверх политическая целесообразность и слепое желание иметь отношение с откровенно криминальным режимом Путина. Очевидно, что Франция решила продолжить в 21 веке собственную постколониальную практику отношений с африканскими диктаторами, и тогда Париж видел в русских и лично Путине такого же вождя племени, как, например, президент Заира Мабуту или центрально-африканский людоед Бакасса. Париж без проблем вел дела с любыми дикарями, даже если они доводили свои страны до абсолютной нищеты и гражданских войн, которые длятся дольше правления этих диктаторов. Сейчас становится очевидным, что такой подход был полностью ошибочным, и кремлевских уголовников еще тогда следовало было сразу брать в ежовые рукавицы не просто санкций, а полных конфискаций имущества, задействованного в международной преступной деятельности. И сейчас у молодого президента Макрона, например, точно не было проблем с Сирией.